Ну, насчёт августа – это отдельный разговор. У меня есть своё объяснение тому, что произошло. Ну, без всякого августа. Конечно, мы обращались к президенту, конечно. Но президент Ельцин никогда не ставил информацию и аналитику на одноканальную систему. Я был один из каналов, к которому он относился уважительно до конца, ничего не могу сказать. Но были и другие, которые блокировали то, что делали мы. Поэтому избавиться от системы уполномоченных банков, или точнее даже не избавиться, а сделать её открытой. Устраивать, скажем, тендер на обслуживание каких-то счетов, если уж так надо. Это же так просто. Просто ведь воровство заканчивается солнечным светом, понимаете. В экономике это так. Когда всё на поверхности, ну, тут как-то уже невозможно. Когда там внизу, всё возможно. Поэтому вытащить это на свет мы пытались разными путями. Принимали, кстати, Ельцином, Борисом Николаевичем и указы разные, и прочее. Но они не выполнялись. И это отдельный разговор. Вот почему не выполнялись и так далее. Почему? Почему? Видите ли, существовала целая армия контролёров. Но первый президент, во-первых, так он и не выстроил систему ответственности за нарушение указов. Нарушение закона, понятно, да? Прокурор, там, что угодно. А указ не закон. Вот что надо сделать с человеком, если он нарушает указ. Я до сих пор не знаю, что с ним можно сделать. Нет какой-то ответственности, норм, там, я не знаю, два года условно, штраф, там, что угодно.